доброе утро доброе утро и добрый день уважаем пожалуйста плюсик что меня слышно да благодарю вас хорошо спасибо большое так надеюсь что звук нормальный и так да мы начинаем четвертую встречу из наших серий бесплатных встреч к экзамену deep for us рад вас видеть и наши сегодняшние вопросы будут следующие да вот оксана харисовна задала тему так до коваленко юля еще и мария германа да ну хорошо да давайте ответ вопросы технического характера как раз они все соберем и потом вопрос именно практического расчетного характера у нас с вами будет это два подхода к расчету обесценения гудвила но вообще два подхода к расчету гудвила в зависимости от от оценки неконтролирующей доли либо по справедливой стоимости либо пропорционально доли участия в чистых активах вот ну и естественно вопрос обесценения и технические вопросы почему мы начинаем заниматься сентября месяца потому что ну оксана харисовна это мало для подготовки к экзаменам и как писать аббревиатуры стандартов если на место на экзамене написать вместо и as там что у нас там написать да вместо и ас написать фрс вот далее у юлии вопросы как понять где в вопросах 24 нужно писать теория где расчеты коваленко юлия плюс что вы здесь так ну хорошо ладно все равно ответим на вопрос и можно ли рассмотреть задачу только в проводках мария германовна тоже плюсик что вы здесь да хорошо вот тогда начнем первый вопрос хватит ли хватает ли три месяца для подготовки я считаю что это достаточный строк до даже для тех кто даже для тех кто не готовится но как бы кто извините это достаточный срок даже для тех кто не является бухгалтером да то есть иногда сдают программисты то есть те кто люди непосредственно участвуют в подготовке пакета финансовой отчетности иногда это даже программисты они сдают тоже прекрасно вот этот экзамен потому что не заморачиваются слишком сильно по поводу консолидации еще чего-то они работают очень технично вот так момент здесь следующий делать больше времени там полгода растягивать 4 месяца это очень долго человек морально устает можно собраться на три месяца сконцентрировать отодвинуть от себя все и заниматься дипифром потому что нагрузка у нас на самом деле достаточно большая нагрузка на самом деле достаточно большая то есть мы занимаемся но как с планомерной группой два раза в неделю плюс у нас идут вебинары по средам для планомерщиков они бесплатные то есть мы фактически три раза в неделю по три с половиной четыре часа мы работаем достаточный объем нагрузки плюс домашние задания с проверкой плюс контрольные с проверкой плюс два пробных экзамена с проверкой ну короче говоря вот слушателя вот так зажимаем со всех сторон наведем его достаточно вот я в принципе что значит достаточно если люди сдают экзамен значит достаточно да есть но меньше времени к сожалению не получается то есть вот у меня 27 занятий основных базовой базовой группы и если бы я мог я бы делал 26 если бы я мог я делал вообще в 20 занятий да вот но к сожалению меньше не получается то есть у меня практика такая если человек но вот если человек занимается готовится он нормально сдает экзамен если человек отваливается ну допустим пропускает там три вебинара четыре он не может потом сдать экзамен но просто дырка большая слишком получается вот поэтому меньше трудно есть момент такой есть конечно у никому у никому которые сдают там за два месяца решил подготовиться с нуля и подготовился и это подготовился и сдал экзамен ну есть конечно но это скорее исключение они как бы не подтверждают практику вот кроме того у меня есть такая практика я вообще не беру слушателей после как бы после того как запиши завершилась запись на планомерную группу я сам я их уже не беру все у меня практика такая лично моя что все все разы когда я как бы шел на встречу и брал человека в планомерную группу то есть допустим у меня были такие случаи михаил юрьевич там человек пропустил три недели возьмите меня я ушел в отпуск я только буду заниматься диппифром только это и все больше ничего только диппифор вот не сдают не сдают не сдают не сдают и для меня получается так понимаете честно говоря то есть но деньги это конечно приятно но это не на как бы это не главное это не главное главный для меня статистика то есть я беру если я не иду жестко как бы по жесткому пути да что у меня получается у меня получается человек просто портит не результаты группы вот и все вот результаты сдачи поэтому мне легче отсеять этого человека и не заниматься с ним вот а три месяца в принципе достаточно как вы знаете с по вот с этого полугодия да ну адрес там написан форме мария германова до адрес то написан форме он должен быть да нужно дозвониться просто это позвоните либо напишите повторное письмо 7 дней 7 рабочих дней и дело в том что может быть там ситуация следующем на прошлой неделе кирилл ой вытела это фамилия из головы он по моему на пару дней уезжал в это куда-то в командировку то есть он не обрабатывал вот поэтому может быть небольшая вот такая вот задержка нет но не может нет так чтобы айтисе интернешнл трубку не брали это не может быть то есть там куча отделов да куча отделов поэтому это да нужно а просто самому кириллу просто лучше не отправлять то есть нужно это нужно отправлять на официальный адрес они же там все идут регистрация на вот а он уже со своего от отвечает так да хорошо по поводу по поводу и заканчивая тему сдают не сдают показать результаты прошлой группы так Итак, три плюсика, что виден экран. Да, сейчас я найду. Где у нас там? Планомерная. КОНЕЦ Так, сейчас, секундочку, я фамилию уберу. Вот. Итак, вот общие итоги работы группы. Видно, да? Я надеюсь, плюсиком. Сейчас я увеличу еще. Итак, 19 человек на экзамен вышли из тех, ну, кроме тех, кто перенос на следующее полугодие там и, в принципе, не выход на экзамен, что сообщил, что не выходят. Вот. Для меня, для меня, главное, те слушатели, которые учатся. То есть, что значит учатся? Это домашние классные работы у них идут со среднесвешенным баллом выполнения 56% и выше. Да? Вот. И по этим я считаю. Отдельно я смотрю людей, которые у меня идут, ну, так вот себе, там, по двум причинам бывает. Ну, небольшая вот группа, здесь один человек у нас был. Либо человек пропускает какие-то, пропускает, либо, ну, либо бывает, не догоняет, не догоняет немножко еще что-то, делает аккуратно, но вот не выходит, не всегда у него выходит. И количество слушателей по средним баллам ниже 50 баллов, ну, то есть те, кто пришли послушать там, иногда сделают домашнюю работу, иногда и чаще всего не сделают, пропускают. Ну, вот, там шансов нет сдачи. Там шансов нет. Вот. Ну, и вот общий результат группы, вот среди тех, кто учились, из 11 человек 10 сдали. 91% сдачи. 91%. Достаточно ли 3 месяца для подготовки, чтобы сдать с процентом 91%, я считаю, что достаточно, и статистика это подтверждает. Средневзвешенный балл за обучение среди тех, кто сдал экзамен, 69% и средневзвешенный балл на экзамене 69%. Посмотрите, насколько оценки совпадают, то есть с тем, что как бы, как ведется, и какой результат получается на экзамене. Какой результат получается на экзамене, да. То есть один человек не сдал, к сожалению, из Казахстана, слушатель, вот, и немножко, немножко уронил статистику по Казахстану. Да, вот таким образом. То есть, в принципе, если человек учится, там не стоит вопрос сдать, не сдать экзамен. Желательно стоит вопрос уйти туда, за 60 баллов. То есть вот среди этих людей, которые учились, только один человек сдал на 50, по-моему, 7. Это была самая низкая оценка. Все остальные за 60. За 60. Вот, а за 60, ну, это, я считаю, что очень прекрасный результат. Вот, по странам, по Российской Федерации, из тех, кто учился, сдали все. Сдали все. Вот. Да, по Казахстану, ну, тут три человека училось, да, вот, три человека училось, и три человека не училось. Вот, и, к сожалению, да, это как раз один, который учился, был из Казахстана, и вот 67% сдачи уронил немножко статистику. Вот так вот. Вот. А если не готовится, вон, если не готовится, да, шансов нет, 14%. 14%. А сессия-то была не самая легкая, как вы помните, да, июньская сессия. Не самая легкая. Вот такая статистика. Вот. Вот такая статистика. Чье, то есть, чей результат не будет видно, фамилии я не показываю. Это было бы нечестно, да, вот, но вот такая вещь. Так, это по поводу вопросов сдачи. Теперь по поводу вопросов написания аббревиатуры стандартах. Ну, такой чисто технический вопрос. Я настоятельно рекомендую писать. То есть, и вы видите, что в своих задачах я всегда начинаю, когда я решаю. Ситуацию регулирует такой-то стандарт, я пишу не МСФО, там, МСФО-1, допустим, да, потому что МСФО-1 в русской, как бы, раскладке, и ФРС-1, и ИАС-1, это вообще разные стандарты. Одно представление финансовой отчетности, а другое представление финансовой отчетности впервые, да, то есть, это вообще разные стандарты, которые регулируют разные вещи. Вот, поэтому я предпочитаю английскую раскладку, и ФРС-1, допустим, или ИАС-1. Я думаю, что так, в принципе, понятно всем, понятно маркеру, что это за стандарт. И название стандарта писать не обязательно. Название стандарта писать не обязательно. Да, по книге сейчас скажу несколько слов. Вот, потому что это слишком долго. Это слишком долго. Теперь, по поводу того, а сам экзаменатор маркирует стандарты или нет. В разных сессиях, от вопроса к вопросу по-разному. В некоторых ответах он маркирует ссылку на стандарт. Вот, особенно, последние сессии, две или три, чаще всего маркируют. Более ранние сессии, там, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый год, по-моему, там практически не маркируют. То есть, вы не увидите напротив названия стандарта какую-то оценку. Вот, но я все равно рекомендую писать. И у своих планомерных групп, когда я проверяю, я маркирую. Я маркирую, потому что знание, понимание стандартов, вернее так, знание, даже аббревиатуры стандартов, очень систематизирует подход к изучению МСФО. Да, то есть, это как в голове, вот структура такая выстраивается, и она действительно работает. Да, да, это нужно, это нужно. В принципе, я могу, знаете, что сделать? Я вам могу скинуть ссылочки, они, по-моему, работают. Это для зубрежки конспектов, ну не конспектов, а для зубрежки именно этих стандартов названий. Сейчас. Вот в нашу, у нас в папке, где я складываю все вот эти материалы, у нас есть план встречи, да, то есть по каждому план встречи. И туда я забью ссылочки, да, хорошо, чтобы вы потом их не потеряли. А так вот примерно, я сейчас вам скину, чтобы вы посмотрели. Так, кабинет администратора, тесты, тестирование. Сейчас я найду. Да, вот. Это аббревиатуры стандартов. Посмотрите, открывается. Три плюсика, что открылось. Это случайный выбор. Случайный выбор. И по блокам. Случайный выбор по блокам. По блокам. Чтобы их было удобнее запоминать слушателям. Ну и вот здесь вот, как подспорье, памятка. Вот возможность запоминать по блокам. Все, да, это важно, это хорошо работает. Да, теперь по поводу книги сразу скажу. К сожалению, я не продаю книгу. У меня по соглашению с издательством, я использую книгу для своих слушателей. Вот, и я их использую для планомерных групп, естественно, для двухнедельного марафона, то есть двухнедельная подготовка к экзаменам. И я использую ее на вебинарах по средам. Вот, то есть она прямо туда уже в PDF входит в папку группы. Но планомерных она, естественно, как бы в виде книги живой, физической приходит. Можно ли купить эту, к сожалению, в бумажном формате этой книги не осталось. Вот, но в электронном формате ее можно купить МСФО на практике. Да, это она, Лавра, это она. Причем в МСФО на практике она как бы уже полная с ФРС-16. То есть там исправлены исправления, введены там неточности, которые были в этой книге. И МСФО на практике она в электронном виде бесплатна. То есть вы можете ее скачать просто-напросто. Там как бы дается доступ в год, но вы ее можете просто скачать в PDF-формате распечатать, либо в HTML-формате скачать и пользоваться бесконечно долго. По поводу того, у кого бумажная книга, я напомню, что там в разделе «Приложения» в конце есть ссылка внизу на папку с материалами. И там вот выложены все обновления по ФРС-16, выложено обновление вот таким вот образом. То есть в принципе все есть. Даже у тех, у кого есть бумажная книга, ни в коем случае они не обделены поддержкой. Вот. Так, да. Теперь возвращаясь к нашим вопросам, чтобы мы шли по порядку. Так, Коваленко, Юлия. Плюс, если вы появились. Да, ну ладно. Отвечу на вопрос, чтобы он был и все. Итак, когда нужно приступать к решению консолидации? Сколько тем теоретических необходимо до этого изучить? Три плюсика, кто по средам у нас занимается. Есть слушатели? Нет. Здесь. Но скажу так, что по средам мы начали консолидацию с первой недели. И уже на прошлой неделе рассмотрели консолидацию отчета о совокупном доходе и изменении капитала. В планомерной группе мы тоже это все давно уже прошли. И планомерщики уже делают консолидации в домашних работах, делают консолидации как отчета о финансовом положении, так и отчета о совокупном доходе. Вот. То есть сколько тем нужно теоретических пройти, чтобы к ней приступить? Нисколько. Нужно сразу приступать. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Вот. Тема по выбытию дочки, не знаю, может быть будет. Может быть будет. Потому что видите, в рамках вот этого вебинара выбытие от дочки нам полностью не рассмотреть. Ну, может быть мы рассмотрим какую-то вот часть, самое главное, да. Вот. Или какой-то элемент уже решения. Потому что на выбытие у нас, ну как бы достаточно есть материала разного. Вот. Поэтому, наверное, сделаем. Но, наверное, сделаем не сейчас. Пока просто тренируйте консолидацию. Просто потренируйте консолидацию. Где? У меня где? У меня достаточно материала. Мы просто разбирали, понимаете в чем дело? Вот. В прошлой сессии мы разбирали выбытие дочки как на вебинарах по средам, так и на пробном экзамене. Это было бесплатно. Если вы зарегистрировались на пробном, то, пожалуйста, не знаю, будет ли у нас выбытие дочки сейчас. Я на пробном буду ее делать или не буду, не знаю. Еще пока. Но на прошлом я сделал. И на позапрошлом было выбытие дочки. И на вебинарах по средам мы разбирали выбытие дочки. Вот. То есть, как бы... Вот так. Да. Может быть, рассмотрим. Да, но на экзамене-то было намного проще, чем... На экзамене-то было выбытие проще намного. Вот. Но, тем не менее. Хорошо. Следующий вопрос. Поэтому тренируйте прямо сейчас. Тренируйте прямо сейчас. Где посмотреть консолидацию? Есть мастер-классы. Правда, я их хочу обновить. Они потому что 2013 и 2014 года. Но идея сама она там же. Еще раз повторю, что все консолидационные задачи разобраны у нас с вами в этих... В реконструкциях экзамена. То есть, правда, там мы решаем до ответа экзаменатора. То есть, сразу же, как бы, вот, там через полторы недели после того, как у нас появилось текст задания, мы проводим эту реконструкцию. Вот. Но, тем не менее, там в консолидационных задачах практически нет ошибок никаких. То есть, вы просто берете, смотрите, как это оформляется и пошагово повторяете. Да. И тренируйтесь на консолидациях этих пока в сентябре, начале октября на маленьких консолидациях. То есть, 2009 и 2010 года. То есть, вот, если вы скачаете на моем сайте задачник, ну, то есть, сборник вот этих всех сессий, да, там я их оставил. 2009 и 2010 год специально для тренировки. Поэтому пользуйтесь. Дальше. Как понять, где писать теорию в вопросах, да, а где только расчеты? Теорию писать нужно обязательно. И я настоятельно рекомендую, настоятельно рекомендую вам посмотреть мастер-класс, как писать ответы на ситуационные задания. Это всего лишь час. Но этот час вам поставит вот в голову, так скажем, вот эту вот структуру ответа. Там структура ответа на задачи, где у нас тестируются элементы финансовой отчетности. Ну, вот там, допустим, как основные средства, необоротные активы, предназначенные для продажи, финансовые инструменты. То есть, вот эти все. Конечно, ответы на вопросы типа операционные сегменты, да, там нужно просто, ну, как бы запомнить порядок ответа, он чаще всего стандартный. А вот на все остальные нужно запомнить план и определять, где проблематика и пошагово, как мы идем. А шаги, там четыре шага. Определение нужно знать, условия признания, порядок оценки, первоначальный бухгалтерский учет и четвертый шаг, последующие оценки и бухгалтерский учет с ним связаны. Все. Определяете проблематику, допустим, проблематика в условии признания и пошли. Прописывали условия признания, делаем вывод, признаем, не признаем. Дальше первоначальная оценка, бухгалтерский учет и это. И последующая оценка. Все. Вот и все. Теорию писать нужно обязательно, потому что в некоторых сессиях, я не помню, 14 или 15 год есть где-то сессия, я просто считал, ну, консолидационная задача, понятно, 40 баллов. И на остальные 60 баллов, 7 баллов расчетных. 7. Остальная теория. Без теории никуда. Поэтому, можно ли только проводки писать? Проводки писать, как бы, дело не в проводках на самом деле. Проводки вы можете написать. Дело в том, что, когда вы отвечаете, вот в этом мастер-классе, на этом, кстати, уделяется большое внимание, вы должны четко показать, в каком разделе отчетности у вас будет появляться эта сумма. А слова дебет-кредит мы показываем только для того, чтобы было понимание знака. То есть, условно говоря, дебет, там, расходы, там, эта сумма отражается в расходах на финансирование. Двоеточие. Где отражается? Дебет, раздел, прибыли, убытки, ну, и расчеты, такая-то сумма. А там, это отражается в прочем совокупном доходе. Дебет, прочий совокупный, или кредит, прочий совокупный доход, такая-то сумма. То есть, раздел должен быть. Основные средства, балансовая стоимость основных средств на отчетную дату, вот такая-то. Где, в каком разделе основные средства? В необоротные активы. Раздел УФП, в необоротные активы. Вот, там, резерв переоценки, где? Собственный капитал, обязательно, вот эти вещи нужно знать. Вот, посмотрите, пожалуйста, это на вкладке дополнительное, там тоже это бесплатно, просто регистрируйтесь, и вам приходит ответ. Да, вот, Мария Германовна, 48 баллов. Нужно просто добивать, добивать. Заниматься, заниматься и добивать. Да, в проводках, в проводках задачу рассмотреть, а, задачу в проводках рассмотреть декабрь 2017 года. Ну, давайте, если время у нас будет, то можем рассмотреть. Если нет, то отнесем на следующее, хорошо? Да, потому что сейчас, как бы, ну, вот этот вопрос, который у нас задали, по поводу порядка обесценения Гудвилла, я думаю, что он будет интересен, ну, как бы, и всем. Итак, вопрос обесценения Гудвилла. Так, три плюсика, что вы нашли в папке краткие конспекты, краткие конспекты к консолидации. Три минуса, кто не нашел. Хорошо. Вот здесь вот данные формулы, формула, эта страничка, ну, как бы, 8 у вас там будет напечатано. Понятно, что это не все конспекты, это выдержка, вот такой разворот из конспектов. Вот первая самая страничка. Порядок расчета Гудвилла. Итак. Порядок расчета Гудвилла. Гудвилла. Общая формула равна общая формула. Вернее, двоеточие, да. Гудвилл равен возмещение возмещение, ну, то есть, та сумма, которую мы уплатили за компанию дочернюю, да, плюс неконтролирующая доля минус чистые активы. минус чистые активы дочки. Вот. И эта формула работает, она работает во всех случаях, в двух случаях. В двух случаях. В двух случаях. Теперь давайте рассмотрим, как она работает в двух случаях на цифрах. Я цифры придумываю просто из головы. Итак. Балансовая стоимость дочерней компании балансовая стоимость чистых активов дочерней компании чистых активов на момент приобретения равна, ну, допустим, десять миллионов долларов. Десять миллионов долларов. Приобретенная доля доля контролирующих акционеров допустим, равна 80%. Равна 80%. Да. Легко посчитать. Возмещение допустим, равно 12 миллионов долларов. 12 миллионов долларов. И дополнительный момент, связанный с справедливая стоимость справедливая стоимость неконтролирующей доли у нас равна 4,5 миллиона. Ну, вот так вот сложилось. Почему? Вот потому. Потому что, смотрите, неконтролирующая доля, почему оценка неконтролирующей доли могут, она может быть ниже, а может быть выше, как бы некого среднего уровня. Почему? Потому что в некоторых случаях, допустим, в некоторых случаях пакет, который дает контроль, оценивается больше. Вот. Но в некоторых, больше чем, то есть, акция, стоимость акции в пакете, которая дает контроль, оценивается выше, чем стоимость просто какой-то одной акции. Но иногда бывает и наоборот. Если миноритарный акционер какие-то права имеет или еще что-то там, как-то может воздействовать, может ситуация получиться, что оптом дешевле. То есть акция, хотя есть контроль, но акция в этом пакете будет стоить дешевле. Мы сейчас не будем на эту тему углубляться, просто вот есть цифры, допустим, такие. Мы с ними сейчас поиграем. Итак, давайте посмотрим два случая. Первый случай. Неконтролирующая доля у нас по справедливой стоимости. Стоимости. И второй случай. Неконтролирующая доля пропорционально чистым активом беты. Пропорционально чистым активом беты. И тот, и другой способ зафиксирован в IFRS 3 и в IFRS 10. То есть мы можем использовать в соответствии с учетной политикой и тот, и другой способ. И тот, и другой способ у нас с вами, что делает, тестируется на экзамене. Теперь давайте нарисуем в первом случае, что у нас происходит. Давайте нарисуем картиночку нашу. Вот у нас с вами наша бета. Ее балансовая стоимость 10 миллионов долларов. Балансовая стоимость и справедливая стоимость чистых активов. Мы приобрели в ней 80% и 20% неконтролирующая доля. А справедливая стоимость чистых активов, которая нам принадлежит, сколько? 8 миллионов, да? И 2 миллиона здесь. Плюсик, что понятно, что я сейчас нарисовал. Да, хорошо. Теперь давайте посмотрим наше возмещение. А наше возмещение составляет 12 миллионов. Наше возмещение составляет 12 миллионов. И есть еще справедливая стоимость неконтролирующей доли. И вот эта справедливая стоимость неконтролирующей доли, соответственно, равна 4,5 миллиона. 4,5 миллиона. Гудвилл чему равен? Чему равен Гудвилл? Ну, наверняка же вы не все только первый раз это увидели. Да, 6500. Да, спасибо большое. Молодцы. Конечно, 6500, то есть, условно говоря, Гудвилл равен у нас с вами возмещение. Возмещение. Это 12 миллионов. То, что мы заплатили за свою долю 80 процентов, это неконтролирующая доля. Здесь она у нас по справедливой стоимости. Справедливая стоимость 4,5 миллиона. Минус справедливая стоимость в чистых активах, минус 10. И Гудвилл у нас получается 6,5 миллиона. Гудвилл получается 6,5 миллиона. Плюсик, что это понятно. Гудвилл получается 6,5 миллиона. Теперь, давайте то же самое найдем Гудвилл, когда у нас неконтролирующая доля рассчитывается пропорционально чистым активам бетты. Что у нас получается? В принципе, все то же самое. Только посмотрите, как логически отличается расчет Гудвилла в этом случае. Формула та же. Расчет, смысл экономически другой. Итак, вот у нас с вами бета. Бета. Балансовая стоимость 10 миллионов долларов. Мы купили 80% и 20% неконтролирующая доля. Соответственно, здесь 8 миллионов. Здесь 2 миллиона. Теперь посмотрите. У нас с вами неконтролирующая доля оценивается пропорционально стоимости чистых активов. То есть, вот она, небольшая такая, как бы, навес, да, 4,5. А вот 2 миллиона, неконтролирующая доля. А вот наше возмещение. А вот наше возмещение. 12 миллионов. И Гудвилл чему здесь равен? Абсолютно верно. 4 миллиона. Гудвилл 4 миллиона. Гудвилл 4 миллиона. А здесь Гудвилл у нас, соответственно, Гудвилл 6,5 миллионов, да? И затрагивает, соответственно, контролирующую и неконтролирующую долю, то есть части. Теперь давайте рассчитаем. Гудвилл. Гудвилл. Тут Гудвилл. Двоеточие. Первое. Это возмещение. Это возмещение. Двенадцать миллионов. Неконтролирующая доля у нас будет равна десять миллионов. Пропорционально доле чистых активов на двадцать процентов, соответственно, два миллиона. И справедливая стоимость чистых активов, соответственно, минус десять. И равно Гудвилл 4 миллиона. Понятно, да? Плюсик, что это понятно. Вы же зира. Но вы же видели по ссылочке, что там все записи, все рабочие доски вебинаров сохранены. Конечно, будет все. Почему до этого было, а сейчас не будет? Будет. Да. Теперь следующий шаг. Понятно, да? Плюс, как? Понятно, что формула, вот формула работает и в том, и в другом случае. Но логика-то, вот во втором случае, следующее, во втором случае, следующее, а сколько мы переплатили, да, при приобретении нашей доли? Вот во втором случае. Мы заплатили двенадцать, получили восемь миллионов, да, восемьдесят процентов от десяти, четыре миллиона Гудвилл. Вот. Но рассчитывать нужно вот этим способом. Почему? Потому что это определение зашито в стандарте, и маркер вот не один раз уже его демонстрировал, что именно так рассчитываем. Вот. Следующий момент. А теперь, какой смысл здесь в первом случае Гудвилла? В первом случае Гудвилл, это полный Гудвилл компании. То есть разница между ее стоимостью, капитализацией, стоимостью на рынке, так, и справедливой стоимостью ее чистых активов. Вот. Теперь давайте посмотрим порядок обесценения. 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 На дату проведения теста. Балансовая стоимость чистых активов. Чистых активов бета равна. Ну, допустим, равна, то есть они там уже много лет проработали, 20 миллионов долларов. Нормально? И возмещаемая сумма равна 23 миллиона долларов. Ну, я думаю, что вот будет неровная, да? Неровная вещь. Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит. И в том, и в другом случае. Я продолжу. Это вариант 1 и вариант 2. Вариант 2. Так, время 12, да, у нас? У нас есть еще с вами минут 20. Потом я отключусь. Так, вариант 2. Давайте перепишем... Перепишем нашу, как бы, нашу картинку немножко. Итак, теперь балансовая стоимость у нас с вами 20 миллионов. То есть это бета. Балансовая стоимость 20 миллионов. Ну, что она там работала, работала и заработала. Соответственно, здесь у нас 80%. Здесь у нас с вами 20% у неконтролирующей доли. И есть шапочка Гудвилла. Шапочка Гудвилла. Вот она вот так сидит. Которая составляет 6,5 миллионов, да? 6,5 миллионов. Вот так вот у нас с вами идут притоки экономических выгод. Возмещаемая сумма. Возмещаемая сумма у нас... Возмещаемая сумма у нас... Возмещаемая сумма у нас 23 миллиона долларов. И обесценение сколько? Ну, вот так сразу. Да ну, 3. Не может быть 3. 3,500, конечно. 26,5 минус 23. Обесценение у нас с вами... Вот оно, обесценение. То есть, минус... Ну, вот так вот напишу. Обесценение. Минус 3,500. Посмотрите, как это обесценение падает. Это обесценение падает как на контролирующую, так и неконтролирующую долю. Понятно, да? Вот. То есть, давайте проведем тест на обесценение. Тест на обесценение. Тест на обесценение. Балансовая стоимость. Стоимость бета. 20 миллионов. Гудвилл. 6,500. И сравниваем с возмещаемой суммой. У нас... Помним, что актив не может быть больше, чем возмещаемая сумма. 23 миллиона долларов. И получится... Сколько у нас? 3,500. Это обесценение. 3,500. Это обесценение. Эти 3,500. Как у нас ложатся? Как у нас ложатся? 3,500. Они ложатся проводкой, дебет, прибыли и убытки. Скорее всего, это себестоимость. Скорее всего, но в зависимости от назначения от дочки. Где? Справедливая стоимость чистых активов бета. 20 тысяч. Ирина Викторовна. Посмотрите, мы записали условие 20 тысяч. Да? Не 26,500, а 20 тысяч. 20 миллионов. Дебет, прибыли и убытки. Кредит. Гудвилл. 3,500. Но на уровне... Как бы... В том числе... В том числе... В том числе... Это уменьшит контролирующую долю... Ладно, нет, извините. Давайте зачеркнем, чтобы вам не путаться. Чтобы вам не путаться. И у нас с вами получится следующее. В том числе... Нет, извините. Все так и есть. Дебет, прибыли и убытки. Дебет, прибыли и убытки. Себестоимость. Кредит. Гудвилл. 3,500. 3,500. Но на уровне распределения чистой прибыли... Чистая прибыль... Прибыль. Прибыль контролирующей доли... Доли будет уменьшена. 3,500 умножить на 80%. Получится... 2,800. И прибыль не контролирующей доли... Прибыль не контролирующей доли... 3,500 умножить на 20%. И получится... 700. Вот так. То есть у нас с вами... Вот этот вот убыток от обесценения... Он падает как на контролирующую... Так и не контролирующую долю. Плюсик, что понятно. Да. Теперь давайте посмотрим... Те же условия на втором... Как бы... На втором варианте. Напомню, что у нас... График... Как бы... Или рисуночек... Будет выглядеть следующим образом. Вот та же самая наша бета... 20 миллионов долларов... И 80% у нас с вами контролирующая доля... 20% не контролирующая доля. И... Гудвилл-то у нас с вами... 4 миллиона... И относится он только к контролирующей доле. Вот так. 4 миллиона долларов. Возмещаемая сумма... Возмещаемая... 23 миллиона. То есть, то, что приносит компания... В принципе, 23 миллиона. Что нам нужно сделать? Вот в таком виде... Как бы... Неполно... Как бы компания, связанная с неполным гудвиллом... Мы не можем ее обесценивать... Поэтому... Мы достраиваем... Гудвил... Как бы... Достраиваем до полного гудвилла. То есть... Делаем вот так... Вот так вот делаем. Достраиваем до полного гудвилла. И вот это у нас с вами становится... Полный гудвилл. Полный гудвилл. Полный гудвилл... Некая условная вещь... Связанная только... С тестированием на обесценение. Как нам найти полный гудвилл? Полный гудвилл... Полный гудвилл... Равен... 4 миллиона разделить на 80 процентов... И получится 5 миллионов. 5 миллионов. Плюсик... Что понятно... Как мы нашли полный гудвилл? То есть если 4 миллиона это 80 процентов... То сколько 100 процентов? 5 миллионов. И вот теперь мы делаем тест на обесценение. Точно так же как обычно. Тест на обесценение. Балансовая стоимость бета у нас с вами равна 20 миллионов. Полный гудвилл... Гудвилл... Равен 5 миллионов. И возмещаемая сумма... Возмещаемая сумма равна... Этому... 23 миллиона. Да, ну тут с минусом конечно. В скобочках. 23 миллиона. Итак, обесценение полного гудвилла... Полного гудвилла... Обесценение полного гудвилла... У нас с вами будет 2 миллиона. Теперь посмотрите, что у нас происходит. Обесценение полного гудвилла 2 миллиона. Обесценение полного гудвилла 2 миллиона. Но это желтенькое построение, полный гудвилл, это некая условность. Теперь нам нужно найти обесценение именно нашего гудвилла. А 2 миллиона умножить на 80% это 1600. Вот и будет обесценение наше. И оно ложится только на контролирующую долю. То есть обесценение самого гудвилла равно 2 миллиона умножить на 80% и получится 1 600. И проводка какая будет? Проводка будет та же. Дебет, прибыли, убытки. Кредит гудвилл. Кредит гудвилл. То есть... Так, что это я пишу. Смотрел на ту сторону. 1600 и 1600. И относится, прибыль уменьшается только у контролирующей доли. Только у контролирующей доли. Ну и балансовая стоимость гудвилла в первом случае. Гудвилла. У нас 6500 минус 3 500. И получится 2 миллиона. 3 миллиона. И здесь балансовая стоимость гудвилла после обесценения. Сколько у нас там был гудвилл? 4 миллиона минус 1 миллион 600. 600. И получится 2 миллиона 400. 1000 долларов. Вот. И теперь давайте посмотрим вот на эту страшную формулу, которая вот здесь вот написана и красным отведена. Вот. Она на самом деле не очень страшная. Давайте я ее перепишу. Обесценение гудвилла в случае, если неконтролирующая доля учитывается пропорционально доли участия в чистых активах. Обесценение гудвилла равна доля группы умножить на гудвилл разделить на долю группы плюс балансовая стоимость, минус возмещаемая стоимость и все. Вот. И давайте проверим эту формулу. То есть вот это и есть у нас с вами, вот это и есть у нас полный гудвилл. Полный гудвилл. Давайте проверим эту формулу. Как она работает. Доля группы 80% умножить на 4 миллиона разделить на 0,8 плюс балансовая стоимость 20 миллионов минус возмещаемая 23 миллиона и получится и получится 1 600 000. Вот как работает эта формула. Как ее запомнить. То есть она ничего страшного в ней нет. Нужно запомнить вот эту вот логику. Да, да. Второй вариант именно как раз для этого, Ирина Викторовна. Абсолютно верно. Второй вариант именно как раз пропорционально доле участия в чистых активах. Мы с вами это и записали. И вот она логика. Почему? Да потому что гудвилл относится только к контролирующей доле. Вот здесь вот. Во втором случае. Только к контролирующей доле. Видите? И он только на нее и падает. Только на нее и падает. Ну вот. Вот такой ответ. Хорошо, да? Плюсик, что понятно. Я выложу запись этой встречи, естественно, в папку. И вот эту вот рабочую доску тоже выложу. И Мария Германовна, давайте мы тогда на следующей встрече как раз и обсудим декабрь 2017 года 2b. Ладно? Кто-нибудь напишите, Наталья, когда же будут следующие встречи? Да, Елена Анатольевна, спасибо большое. Вот. Хорошо, да. Благодарю вас всех. Спасибо большое. Задавайте вопросы. Спасибо за интересные вопросы. Чем любопытнее вопросы, тем мне тоже интереснее это рассказывать. Обещаю, что не буду ничего скрывать. Спасибо большое. Ну все. Всего хорошего. Отличного вам дня. Отличной рабочей недели. Сегодня вторник. Ну и добраться до выходных и отдохнуть тоже. Готовьте. Готовьтесь к экзамену. До свидания. До свидания. До свидания.